В чем роль физических действий, встреч? Каждый раз мы пробуждаем себя и даем пример друг другу, насколько мы хотим быть в объединении, в взаимной заботе, что мы находимся в одном кли, и мы осознаем то, что мы находимся в одном кли. И так продвигаемся. Я не понял, это рекомендуется. Это необходимо делать такие действия, помимо молитвы? Физические действия, встречи, собрания товарищей, вместе погулять. Я думаю, что пока что это хорошо. Хотя мы из этого переходим в виртуальную различную связь, поэтому мне трудно сказать. Мне трудно сказать, когда я нахожусь с вами сейчас в таких связях через эфир, в чем разница между этими волнами и теми, в которых мы находимся в эфире, или те, которые передаются по воздуху, радиоволны. Какая разница? В итоге все это входит в разум и в сердце. Нет, нет сомнений, что в конце концов наша связь через сердце. Но все-таки есть товарищи, которые очень страдают от виртуальной связи. Это их просто отключает, просто не чувствует товарищей. Очень необходима физическая связь. Как с этим справиться? Ну, они находятся пока что в таком развитии. Но это пройдет. Нужно все-таки сделать что-то, чтобы это повлияло на них больше. Нужно иногда. Я не отменяю физическую связь. Мы даже должны сделать такую трапезу. Не физическую, а виртуальную вместе. На экранах. Но я не знаю, насколько физическая связь, на самом деле физическая, если это не в десятках, а больше. Если бы мы сейчас, скажем, собрались на Большой Конгресс, который когда-то у нас был в Израиле раз в году, почувствовали бы мы в этом какой-то духовный подъем. Насколько мы были заняты в разных подготовках и так далее. Я не думаю, что это эффективно. Вся наша работа сегодня становится все более и более работой в мысли и в желании, а не в физических действиях, не в физических встречах. Что мне с того, что я встречаюсь с телом кого-то, что я вдыхаю, обоняю запах через воздух, а не через... не по проводам или через волны. Лично я не вижу в этом такой проблемы. Но, очевидно, есть люди, на которых это влияет. Мы все-таки должны двигаться к людям, у которых будет форма связи, насколько можно, более близко. Но это не то, что мы обязаны буквально. Последний вопрос. Задаем пример. Рав со своей десяткой совершает физические какие-то действия. А мы-то почему нет? Это верно. У меня есть несколько человек. И мы встречаемся, находимся вместе. Но я не думаю, что это так уж похоже на обычную десятку. Не знаю, что сказать тебе. Я ничего не скрываю. Вы все знаете и понимаете, все эти вещи. Не знаю, что ответить. Так брать пример или для нас это не пример? Я предлагаю, чтобы вы соединялись как можно более виртуальным образом. Если вы хотите встречаться, конечно, вы можете встречаться физически. но все-таки тенденция будет все более и более виртуальной. Потому что чем больше мы развиваем наши чувства, мы придем к состоянию, когда нет у меня никакой связи с телом, товарища. его физиологическое тело не может мне сказать ничего. Мы прошли это развитие и входим в новое развитие. Такого, которого не было даже во время Рабаша. Он говорит, что я чувствую товарищей, что я нахожусь за много тысяч километров, и поверхность земли разделяет нас и так далее. И мы тоже можем этого достичь. И наши встречи… Не обязательно, что мы больше на них соединяемся, когда я беру за руку товарищей, мы находимся вместе. Мы должны танцевать этот танец в сердце. Это больше соответствует нашему решимот, нашему времени, нашим килим. Но не то, что это отменяет наше предыдущее состояние, как маленькие дети, то есть мы должны начинать с того, что нам соответствует. Если есть у нас такая тенденция, то сделаем. Но мы будем в состоянии, когда можно будет устраивать такую мировую встречу, когда в Израиле собиралось шесть-семь тысяч человек в одно помещение. Я не знаю, был у нас такой праздник, когда мы встречались и все время учились виртуально, а сейчас встречаемся физически. Но не то, что это физическая встреча, мне кажется, будет символизировать нам подъем на ступень. нет. И не то, что она даст нам желание и хиссароны состояния, когда мы более объединены. Нет. мы должны прийти к новому объединению по сути. Как мы сейчас говорили, каждый молится за товарища, каждый включается в сердце товарища, все мы так взаимовключаемся вместе. и это не происходит на каком-то куске земли или в каком-то помещении, а в виртуальном месте.